Йоу-йоу-йоу, никому не нужный блог. Никому не нужный блог. Сегодня мы отправимся с вами в удивительное приключение, в мир ремонта. Еще весной мы получили свою первую маленькую квартирку, и наконец-то дошли руки и возможности сделать в ней ремонт. Но после того, как я изучил цены на подобные ремонтные услуги, я понял, что надо попробовать сделать все максимально своими силами. Во-первых, это может оказаться интересно. Во-вторых, это новые скиллы, прокачка и все такое. Для помощи в этом нелегком деле мы командировали прямиком из города Камышина будущего офицера Вооруженных сил России Богдана Нетитомира, чьими руками будет твориться буквально история. Будем идти по тонкому льду косяков и ошибок, руководствуясь исключительно уроками на YouTube, ну и парой экспертных мнений. Вот он, современный дом мечты фрилансера. Был выбор Проспект Героев, Проспект Патриотов. Очень круто. Такие нынче реалии, но самое главное, как сделать там ремонт. Дело в том, что супердизайнерские ремонты сейчас стоят просто как конь. А когда взял маленькую квартирку на последние деньги, тут хочется подэкономить на всяком вообще, желательно на все подряд. Узнаем у реальных специалистов, как сделать это быстро, дешево и норм. Так, вот из переписки с топовым прорабом. Недоброе утро. Добрейше, добрейше. А это Гринч, похитители Рождества. Да, да. Самая топовая строительная бригада в Инстаграме можно найти как Суксру. Как? Жемчужина, жемчужина. Это не комплекс, а жемчужина. Ты знал, что это вообще должен был строить Норман Фостер? Что тут изначально был проект? Приехал Норман Фостер, нарисовал концепцию. Все сказали, спасибо, концепция класс. Ну, всего доброго. Приехали китайцы и застроили все одну вот таким вот. А изначально было прям очень красиво. Режешь полосу, наносишь клей, прикладываешь полосу и скотчем клеишь к стене, чтобы у тебя держалось эта история. А, это гипрок, это пенопласт, только... Нет, нет, гипсокартон. Гипсокартон на месте. Угу. Это не пенопласт. Вот. Ну и, соответственно, потом штраму заделываешь фугеном. И все, и все, аккуратно отхватить. Please translate. Вы делаете сейчас сначала... А, до стен далеко еще. До стен еще далеко, и до равнителей, и до всех этих дел. Вы сначала разбираете всю эту красоту. Разбираетесь, где у вас какое оборудование стоит. Стиральная машина, раковина, ванная, туалет и прочее. Далее вы, соответственно, чертите по стенам, где и что, как у вас проходит. Выглядит это будет следующим образом. Отсюда у тебя будет сотая труба, тройник на инсталляцию, дальше переход на 50-ю трубу, дальше переход на 40-ю трубу. Потому что на стиральной машине тебе глобально 50-я не нужна вообще. Сюда, соответственно, решили, что идем через кухню. На рак, ну, также можно, в принципе, 40-ю поставить, больше не надо. После того, как тут с трубой закончили, замазали штробы, вот потом уже занимаемся полами, теплыми полами, гидроизоляцией. Собираем вот здесь каркас, собираем каркас по инсталляции, по видео на ютубе, о том, как собирать инсталляции. Последние 4 года занимаюсь зашивкой инсталляции. Это мой блог на ютубе, где я рассказываю, как мы зашиваем инсталляции. Что такое инсталляция, да? Как бы, основывая инсталляция. Саша, Саша, иди в магазин. Покупай трубу. Все, готовите. Смотрите, где у вас розетки должны появиться новые. Если не хватает, берете шлейфом от старых розеток, выводите по стаканнике, ставите розетку. Ремонт по бюджету. Поклевали, допустим, поклеили обои по покраску, не покрасили, положили в плитку, пол, дальше потом покрасили. Вот такую историю здесь переделывать нет смысла, но обычно мы выштабливаем подключение, отрезаем трубу и переделываем на подключение стены. Потому что, ну, во-первых, у тебя это выглядит эстетичнее, во-вторых, убираться тут попроще. В ютубе вообще все очень хорошо. Там, я говорю, деды по полтора часа тебе будут рассказывать, как зашивать инсталляцию. А еще сегодня мастер-класс, как мы укладываем плитку на ДСП. Вот это вообще отлично. Да? Никому не нужный блог, тема. Я даже начал смотреть. Предстоит очень много событий, поэтому я не могу предсказать. Купили, короче, самый дорогой перфоратор, который был в Леруа Мерлене. Вот, сейчас будем делать рангпэкер. Открываем. Здесь у нас инструкция к эксплуатации, которая нам никогда не понадобится. Здесь смазка. Короче, если ты херово сделал дырку и бате она не понравилась, берешь и достаешь флакончик с маской, и у тебя не будет больше проблем. Дальше. Сам препарат, собственно, да? Лучшая марка. Ручка. Штука, которая, чтобы длину месяц дырить. Переход на дрель. Ну и здесь всякие приблуды. Ну как, перхоть? Перхоть какая-то полезла, не знаю, откуда. Продолжение следует... Мы делаем грунт и показываем наш красивый наливной пол, который, если положить в лазерный уровень, он отсюда туда пробьет и ничего не заметит. Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ну что, вот идет который день уже суперремонт. Залили пол теплый. Ремонт не так прост, как кажется. Йоу-йоу-йоу, никому не нужный блок. Внезапно после ремонта оказались на автодроме в Шушарах, потому что здесь сегодня дрифт против кольцевых гонок. Что это может значить, у меня не приложу. Сзади классика зажигает, а мы ходим вдоль рядов СКГ, советских, отечественных, корейских, немецких и всяких разных тачек. Можно посмотреть, с чего они сделаны и какие-то частюльки попадаются. Благородство трибун автодрома Санкт-Петербурга просто всегда радует глаз. Пусты и ржа на заборе. Просто охуе... Не радует buses. Кристофорги. Продолжение следует. Звучит key. Звучит… Звучит key. Твучит slow. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что, друзья, неделя потрачена Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот, все, пока